Добрый день еще раз. Рад всех приветствовать. Спасибо за такую замечательную презентацию по предыдущей. Мне очень понравился действительно подход и комментарий, которые, можно сказать, создали такой мостик к моему выступлению. Значит, поговорим сегодня о том, что такое, чем отличается слабый искусственный интеллект от сильного и почему действительно сильный до сих пор не с нами, что для этого требуется и что это такое. Я сразу скажу, что я немножко выбиваюсь, так сказать, из общей конвы. Я такая белая ворона у вас здесь на мероприятии, потому что здесь в основном, насколько я понял, такие люди технари, люди практического склада. А у меня больше такой психологический подход, потому что он касается вопросов сознания, психики и прочих категорий, связанных с нашей человеческой психической жизнью, эмоциями, личностью и так далее. Итак, значит, в чем основная проблема? Значит, вот прозвучала уже ремарка о том, что искусственный интеллект вообще неудачное название. И правильно я понял, если я так трактую, что неудачное, потому что на него возлагается слишком много, но как-то надежд проецируется, что это прям реальный интеллект как у человека. И мы прям ждем уже настолько общество наэлектризованно, наэлектризованно, прошу прощения, что вот завтра-завтра прям вот просто вот произойдет вот этот вот переход плавно, и все, и мы проснемся, а уже мир захвачен разумными машинами, наступил апокалипсис, и мы все, так сказать, восстанем аштын, скайнета, и мы захвачены. Ничего этого не произойдет. Почему так можно сказать категорично? Да потому что искусственный интеллект действительно никакого отношения к человеку не имеет. Это просто брендовое название, причем, более того, придуманное, вообще говоря, случайно, на что есть цитаты самого Джона Маккарти, который является автором этого названия. Когда они подали пропозал, на пропозал, на проведение Дартнурской конференции в 56-м году, его спросили, почему искусственный интеллект? Он сказал, ну, надо было как-то назвать, почему бы не искусственный интеллект? Это дословные его цитаты. Он даже, его главная на тот момент была задача просто, ну, спозиционировать грамотно то, чем он занимается, чем занимает свою команду, и отделить себя от кибернетики. Тогда на тот момент это прямо было на пике, на направлении, надо было показать, что они не часть кибернетики, а самостоятельное направление. Вот и все. А так-то нет же таких претензий, что, ну, вот, Apple, наверное, это же яблоко, тем более откусанное, над кушукой и я. Ну, нет такого человека, наверное, не было ни одного, и такой пожаловался, что что-то вкуснее яблоко, почему-то провода какие-то полезли. Нет такого. Пауэрпоинт. Мы все пользуемся пауэрпоинтом. Вот это тоже пауэрпоинт. Что это? Вот. Дословно переводится как силовая установка. Но кто пытался зарядить телефон от силовой установки? Пауэрпоинт. Ну, никто. Вот. И так далее. Windows тоже никто не покупал для того, чтобы вставить пластиковые себе в стену. Ну, вряд ли такой человек нашелся. Той же самый искусственный интеллект. Это не всего лишь просто обозначение. Действительно, очень крутое, причем маркетинговое, такое цепкое название, зовущее в будущее, такое технологичное, такое крутое. От него, кстати, хотели избавиться в какой-то момент. У истории искусственного интеллекта очень такая сложная история. Там были зимы, так называемые искусственные интеллекты, войны разумов, розенблаты и Минские. И когда-то вообще пытались закрыть этот искусственный интеллект. Проект в смысле ничего не получалось. То ресурсов не было, то алгоритмов не было. И, в общем-то, кроме названия, название должно было просто показать, что есть технологии, которые позволяют решать такие задачи, на которые способен только человеческий интеллект. Ну, претензии есть? Нет. Решают? Решают. Бигдата, в шахматы. Ни один человек не может обыграть в шахматы компьютер. Калькулятор считает быстрее любого из нас. Все делает лучше любую задачу, изолированную, предустановленную разработчиками. Искусственный интеллект решает лучше всех, ну, кроме, видимо, с Муму что-то с Тургеневым вообще не лады. Просто вот девушка Герасимия – это корова Муму. Сегодня это персонажи моего сердца. Вот. Надолго. Вот. Но, по большому счету, все, чему научили искусственный интеллект, вот оно отлично, лучше нас даже уже выполняет. Все, привет. Претензий в этом плане нет. Но мы же уже все наэлектризованы, общество все, фильмы сняли, книги написали, на конференциях выступили, завтра сильный, Маск уже все об этом сказал, Гугл сказал. Ждем, когда вдруг программа сама по себе превратится в наше сознание. Наше сознание – эволюция 4 миллиарда лет, ну, с момента появления жизни, а это на столе будет лежать тупая железяка, и она вдруг ни с того ни с сего перекодирует себя и станет человеческим интеллектом. Кто-то, если в это верит, ну, пусть верит. Это право его. Но вопрос надо задать вот какой. Самый главный вопрос. А чем наш интеллект отличается от искусственного интеллекта? Вот принципиально, принципиально, вот так вот прям, что называется, по большому счету, вот самым вот так вот прям конкретно, отличается простым. Искусственный интеллект решает задачи, предуставленные, изолированные. Те, которые создали для них, для искусственного интеллекта создали разработчики. Сидели, кодировали, все такое, в очках, там зрение потеряли. А наше сознание, оно работает немножко не так. У него есть один важный компонент, которого нет у искусственного интеллекта. Это прежде чем решить программу, ой, программу, проблему, ее надо распознать в динамическом контексте. Что на данный момент является самым актуальным? На что надо направить свое поведенческое решение? И в зависимости от контекста таких ситуаций, таких проблем может быть множество. Огромное множество. И любой малейший нюанс может вообще изменить ситуацию. Толкнуть ребенка в магазине, ну это вообще-то практически преступление. А толкнуть ребенка на дороге, спасти его от машины, это уже герой. Это уже спас жизнь. И таких нюансов миллион. Чашка кофе, просто чашка кофе. Но если я скажу вам, смотрите, как поменяется сейчас, как сама чашка кофе изменит семантичность. Первая чашка кофе утро. Какое у вас настроение? Ну, какое-то хорошее, да? Сейчас будет хорошо. Сейчас будет первый глоток, жизнь сразу рассветит разными солнечными лучами. А если я скажу, десятая чашка кофе и вечер. Ну, явно уже слово дедлайн, да, бьет по голове. И завтра сдавать отчет, да, явно какой-то кошмар, какой-то бессонная ночь. Нюанс меняет всю картину. И вот искусственный интеллект никакими квантовыми компьютерами, никакими кодами, GPT, LLM, вот этот момент не преодолеет. У меня была презентация, оказывается, да? На что-то я должен нажать. А, это такая вот что-то, да? Чтобы не возвращаться. Это про то, что это как бы взгляд в будущее. Но на самом деле это уже в прошлое, потому что мы все и так уже решаем проблему сильного искусственного интеллекта. Так, контекст мы проговорили. Ну, это способы перехода, да, способы перехода к сильному искусственному интеллекту. Как заставить эту, так сказать, все эти программы все-таки распознавать проблемы в динамическом контексте. Есть предложение создавать мозг искусственный. И там даже есть уже статьи научные, где какой-то мозг там создали. Не знаю, что это за мозг там, что он соображает, ну, какой-то микроскоп, так сказать, самый элементарный. Но сам по себе путь, вот я не знаю, насколько он может быть вообще продуктивным, потому что возникнет вопрос. В общем-то, это вопрос Дэниела Деннета. А сознание, как в нем появится? Оно как там, как электричество в батарейке само зародится? Что это будет? Откуда будет сознание? Где оно будет? Кто будет управлять этим мозгом? Кто скажет мозгу, какую, опять же, проблему решать, каким способом и так далее? Никто не скажет. Сам мозг этого точно не догадается. Поэтому путь такой, так сказать, гиблый. Есть еще направление найти в мозге некие паттерны распознания. Кстати, Курсвейл тоже, например, он один из сторонников. Не будет никаких паттернов распознания. Мозг работает совершенно на других принципах. Любой биолог расскажет, что нет специальных паттернов. Теорию, таблица умножения. Ухажения, нотной грамоты, лингвистических моделей. Ничего этого в мозге нет. Там просто электрические разряды и биохимические процессы. Ничего такого. Поэтому через мозг решение будет так себе. Но есть еще один подход. Он называется архитектурный подход. Он связан с именем Ална Ньюэла, с его теорией. И в 70-х годах он получил довольно большое распространение. И сейчас такой он мощно развивается. Но пока, скажем так, успехи так себе. Архитектурный подход заключается вот в чем. Заключается в том, чтобы понять, как наше сознание структурирует окружающую реальность таким образом, чтобы находить ту самую проблему, которая в данный момент требует поведенческого решения. Потому что мы исходим из того, что не может быть такого, чтобы мы каждый раз обрабатывали все множество элементов. Заново, каждое мгновение. Никаких бы мозгов не хватило. У нас был бы один мозг на всю планету, и все. И мы умерли бы. Так не получается. Мы каким-то образом структурируем. И мы это чувствуем, что структурируем. Но не понимаем, как. И вот эта вот архитектура, она должна отражать, архитектура сознания должна отражать то структурирование реальности информационного поля, с помощью которого мы добиваемся того, что находим проблему, которая требует поведенческого решения в данный момент. А теперь мы должны обратиться вот к чему. Дело в том, что Стюарт Рассел, ну, наверное, знаете, это такой очень известный человек в искусственном интеллекте. У него есть замечательная фраза, я ее люблю цитировать, о том, что каждый, любой живой организм, вплоть до какой-нибудь бактерии, добивается того, что он хочет, в рамках того, чего он способен распознать. А с одной стороны фраза красивая, но она слишком общая. Давайте в нее заглянем чуть повнимательнее. Что значит распознать и что значит получить то, что хочешь? Что мы все хотим? Есть три вещи, которые мы все хотим. На видовом уровне, может быть, не индивидуально, не в данный момент, но любой вид, включая человека и включая бактерии, хочет три вещи. Какие? Давайте, энергия в том виде, в котором она нам нужна. Это может быть еда, деньги, что там еще, солнечный свет, тепло, батареи включат там осенью, а если не включат, будет плохо и так далее. Второй момент какой? Второй момент, естественно, безопасность. Правильно? Нам надо себя защищать. И не только себя, а еще и своих, все, что нам для нас значимо. И третий момент какой? Ну, репродукция, конечно, да. Вот три вещи. Это три условия, ради которых борется любой живой организм в живой природе. Человек уже от ноги отказывается. Дальше с торговоркой. Итак, чтобы решить задачу, ее надо сначала распознать. Чтобы распознать, вычислить точнее, в чем проблема? Чтобы вычислить, нужно распознать эти самые значения. Значение, что в данный момент имеет значение. И только потом мы принимаем поведенческое решение. Так, это очень кратко, но я должен об этом сказать, что моя модель, которую я представил в книгах 21 и 22 года, является продолжением метра, которого я безмерно уважаю и считаю, так сказать, притечить даже не то слово. Нет, это фундамент, на котором выросла моя модель. Вот, значит, вот что я вам скажу. Вот теперь я просто скороговоркой подведу это. Вот, я провел исследование, в котором я проанализировал общевидовые стимулы, которые у живых организмов вызывают поведенческую реакцию в виде изменения поведения. Я выбрал более 500 репрезентативных, продолжаю работу над этим видом. И что получилось? Получилась удивительная, на мой взгляд, удивительная картина. Она выглядит вот таким образом. Можете себе, вот представьте этот момент. Вот сейчас очень прошу ваше внимание. Вот если вы думаете, что вам приходится в день решать много задач, то вы правы. Да, у нас очень много задач. Но знаете, что забавно, замечательно, примечательно, что все задачи, которые мы решаем, их всего 5 базовых. Всего 5 базовых задач. И они все имеют эволюционную историю. И на экране вы видите, именно вот когда я посмотрел в филогенетическом, так сказать, в филогенетическую траекторию, оказалось, что эти задачи появляются последовательно. Одна из другой. Вот именно таким образом. То есть, вот на первом, первый трек. Здесь это, понятно, это одноклеточные, большинство растений, всякого рода, так сказать, вот совсем простейшие организмы. У них есть, почему эти задачи, я их выделил. Это общие задачи для 5 групп. То есть, все живое делится на 5 групп, внутри которых есть по одной общей, нет, не по одной, а в каждой группе добавляется одна общая задача. Одна общая задача. На первом треке задача, в принципе, ну как бы кажется простой, надо переместиться из неблагоприятной среды в благоприятную. Там, где нет еды, там, где есть еда. Где нет энергии, там есть. Такая черно-белая такая вот. Модель 0.1. Она поэтому получила название такая бинарная или биполярная, я ее назвал. Ну вот, второй трек. Это уже как раз сразу же, просто вместе с кембрийским взрывом появляется одна следующая общая задача. Это управление, изменение, управление свободно подвижными организмами дистанционно. Именно дистанционно, именно свободно подвижными. Дальше глаза, все вот эти дела. Вот, вся биология за этим тянется. Третий. И тут же, как только глаза, что делаем? Прячемся. Но только не только прячемся, а вообще теперь мы можем управлять, управлять восприятием других в отношении самих себя и, соответственно, решать те самые три задачи. Безопасность, репродукция и энергия. Общая задача для всей этой третьей группы. На четвертой – это управление динамической системой взаимосвязанных объектов. То есть взаимодействие в паре, в группе, в стае и так далее. Не в колониях. Колонии не взаимодействуют. А это именно я решаю, как менять поведение в зависимости от динамики, которая развивается внутри группы. Вот тут появляется огромнейшая возможность для млекопитающих, естественно, особенно тех, кто живут в 3D-среде, то есть обезьяны, дельфины и так далее. Развиваются мощные интеллектуальные способности. И пятая группа состоит только, товарищи, из нас. Ну, как минимум из тех, кто присутствует в этом зале и смотрит эту трансляцию. Почему? Ну, потому что мы самые умные. Вот. Потому что мы наш, мы способны теперь обрабатывать символические, формализованные символические системы и формировать свое поведение на их основе. К этому относятся все. Формулы, науки, наука, язык, языковые системы, грамматика, нотная грамота, все, что угодно, все, что формализовано. Но нот же не существует в природе, правильно? Ну, нет никаких нот. Никто не видел никаких нот. Все. Я практически заканчиваю. Почему? Потому что сейчас я просто в обобщенном виде. Посмотрите на картинку. Это то, как мы видим. Не мы. Мы видим картинку, как мы ее видим. Вот такое физическое. Вот там розовое кресло, люди. Вы видите экран, нас видите. Осознание разделяет все время информационное поле и множество значений на пять доменов, внутри которых есть задача. Значит, домены значений, пять типов задач и пять типов поведенческих решений кластеров. Это просто как иллюстрация. Как мы это представим? Знаете, эту оптическую иллюзию, конечно. Здесь несколько животных, видите, да? Слон, там, дельфин, ослик, собачка и так далее. Вот представьте себе, что в каждом из них происходило бы какое-то событие. И в зависимости от этого события вам надо было, например, нажимать какую-то кнопку. Там в слонике, например, синюю или красную. И вам все время приходилось бы следить. И вы не знаете, в каком домене у вас происходит какое событие. Вам надо за этим все время следить. Более того, еще и сочетания могут означать. И в итоге формируется наш неопорток сознания. И вот такой умный человек запускает в космос там всякое. Интернет создает, соцсети и, в общем, деградирует в итоге. Таким образом, все. Это прям заключительный слайд. Итак, наше сознание мы можем рассматривать, как компьютер. Это так предлагал Уллерик Найсер рассматривать, как компьютер. Компьютер, который запрограммирован эволюцией на решение пяти базовых задач. И представьте, что все задачи, которые вы решаете, они являются производными или частными случаями этих пяти. И поэтому, в принципе, перейти к созданию искусственного сознания уровня человека, в принципе, означает просто реконструировать вот эту модель, вот эти пять задач. Другое дело, что придется обучать, как и ребенка. Ну, не сложнее, чем ребенка. Ребенку тоже надо... Он тоже постепенно, постепенно обучается всем этим доменам, распознавать их, пользоваться ими, вырабатывать поведение. Ну, все. По-моему, мы заканчиваем. Отлично. Отличные доклады. Есть вопросы, пожелания. Очень сложно его было прерывать, но я прямо... Очень хочу начать со своей реплики, которая мне пришла в голову, когда вы говорили про млекопитающих и человека. Я вспомнил Станислава Лема, который в одном из своих романов описывал ситуацию на ресепшн, где много инопланетян проходят регистрацию и задают вопрос. Спросите, вы млекопитающий? Да. Приятного млекопитания. Ну, мы еще... До млекопитания у нас осталось еще два доклада. Вопросы, вопросы. Я буду на вашу реплику. Да, давайте. Просто на всякий... Это важный момент. Дело в том, что к четвертой группе относятся не только млекопитающие, а все живые виды, которые способны и вынуждены эволюцией жить в парах или группах. А туда относятся врановые, попугаи, птицы, муравьи, кстати. Птицы, многое, многие пары. Муравьи отчасти. Они сотрудничают, но они не соперничают. А это важный тоже момент. Нужно внутри группы еще бороться за свою, так сказать, иерархию. Пчелы, овцы, трутни и так далее. И, а, я забыл важный момент сказать. Ключевой. Эта модель относится ко всему живому. Ко всему. Включая растения, грибы, нашего первого предка, Last Universal Common Ancestor, бактерии. Вот кого бы вы не увидели в микроскоп, это будет тоже наша целевая аудитория. Без исключения. Включая еще раз растения, грибы, всех простейших. Это важный момент. Вопрос из онлайна. Прошу прощения. Сначала из онлайна. Формализованные. Домен называется формализованные символические системы. А я же не могу это отмотать. Дмитрий Базилевич. Базилевич. Скажите, пожалуйста, в каких областях человеческое сознание остается незаменимым, несмотря на продвижение в области искусственного интеллекта и почему? Наверное, вообще-то во всех. Если вы хотите понять, понять, в чем проблема, ну, нет такой программы, которая понимает, в чем проблема, вы даже не обращайтесь. Я сюда прошу прощения, я опоздал на это мероприятие, потому что Яндекс мне построил один маршрут, такси меня забрало, пыталось забрать совсем с другой, поэтому сознание хотя бы начинается, хотя бы с такси, с определения задачи маршрута, а дальше уже все остальное чуть-чуть, хоть малость сложнее, без сознания, ну, куда, никуда. Все, что связано с адаптацией, со средовым благополучием вашего личного и видового, там искусственный интеллект это всего лишь протез, протез, такая дополнительная рука, поможет вам, да, действительно, поможет, но не спасет. А вам не кажется, что мы хотим просто привести общий пул разных видов сознания к нашему собственному? Мы имеем только один вид интеллекта и не можем изучать другие, поэтому мы требуем от искусственного интеллекта то, чтобы он был похож на наш, а не факт, что вообще весь пул интеллекта, который возможен, включает, должен быть полностью похож на нас, также играть в шахматы, уметь кидать мяч и так далее. Не то, что не должен и не может и более того, эта модель, собственно, и говорит о том, что интеллект не может быть выше или ниже у видов. Нельзя сказать, что кошка глупее лягушки или наоборот. Вообще говоря, нет неинтеллектуальных видов и, собственно, я возвращаюсь к цитате Рассова, каждый живой организм интеллектуален в той степени, в которой способен решать свои задачи выживания в рамках тех возможностей, которые он способен распознавать. Поэтому, если живой организм живет сейчас, он сдал IQ, ЕГЭ сдал на максимальный балл, ЕГЭ по эволюции, а, соответственно, у него максимальный интеллект. И в чем различается интеллект? Вот как раз эта модель позволяет измерять интеллект не в IQ, в каких-то условных единицах, а в количестве доменов, доступных данному виду. Как вот на этой оптической иллюзии. Допустим, вам доступно и достаточно видеть две, там, слоника и там, освлека. Достаточно. И вы счастливы. Все. Это и есть ваш интеллект и он максимальный, раз вы благополучно живете. Если вам требуется для выживания просто больше доменов, так это не говорит о том, что вы более интеллектуальный, это говорит о том, что с вами эволюция поступила как-то нехорошо, заставила вас, заставила вас активировать дополнительные домены и решать дополнительную задачу. Фактически, это как если бы в магазин мне надо было просто сходить и купить молоко, а вам надо было съездить там в город Волгоград, потом в Тюмень, потом вернуться, вот, и тогда у вас и тот же самый получить пакет молока. Но кто умнее? Непонятно. Мне приходится закончить вопросы из онлайна. Пожалуйста, давайте к залу перейдем. Два вопроса максимум. Мельничук, Академия Редакторской Защиты. Меня такой вопрос интересует. Человеческое сознание формируется в социуме, в семье, так? И уровень этого сознания зависит от того, какие условия созданы в этих социуме. Маугли, Маугли, он с интеллектом, кого? Зверя. Поэтому это очень проблематично, то, о чем вы говорите. Готов прокомментировать. Готов прокомментировать. Спасибо за комментарий и за Маугли отдельно. Спасибо, потому что как раз Маугли именно пример того, что содержательная часть сознания, наполнение сознания будет действительно другим. Конечно, вряд ли он сможет сдать ЕГЭ, правда? Мы не ожидаем от Маугли таких способностей. Но он выживет в джунглях, что мало кто из нас готов рискнуть сделать ставочку на самого себя и выжить в джунглях. А он выживет. Чей интеллект выше? Непонятно. Теперь сознание действительно формируется, с этим нет вообще никаких семейных ситуаций, общественность, культура, религия. Все это будет влиять. образование, финансовая, психологическая атмосфера, все повлияет на сознание. Но у человека потенциал заложенной эволюции на решение пяти базовых задач. А вот этот потенциал он будет. Как он раскроется действительно зависит от условий и даже индивидуальных просто гормональный фон. Гормональный фон женщина, мужчина, не знаю, все вот эти взрослые, ребенок. Это же разные будут люди. Совершенно. Даже если это один человек. Мы в детстве, мы в молодости, мы в старости. Это же разные личности. Коллеги? Нет, один последний. Все, простите. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Я стою здесь. Если будут какие-то... В кулуарах пообщаемся. Вот смотрите, а не кажется, что вообще задача решается не та? Потому что вы сейчас пытаетесь воспроизвести искусственный человек как аналог человека там со своими глазами, ртом и потребностями как у человека. А на самом-то деле люди ожидают от искусственного интеллекта, что он будет лучше, чем человек. Тот же сайт GPT, то фактически он знает все, все, что есть в интернете. И это знание больше, как и рейтинг человек. Он уже в какой-то смысле лучше. А вы решаете задачу узкую и не ту, которую ожидает. Узкую и не ту, которую ожидает. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. Прекрасное замечание. Значит, насчет лучше. Что там в интернете лучше? Что там такого лучше, чем вот у каждого из вас в голове? Серьезно, лучше? Лучше, лучше. В интернете лучше? В интернете культура, а в голове физиология. Культура? В интернете три ссылки и попал на запрещенные сайты. А то тоже культура, но делает ли она нас лучше? Вопрос вот какой. Понимаете, какая вещь? Насчет лучше и сделает ли искусственный интеллект человека лучше? А вы историю зарождения кибернетики искусственного интеллекта компьютера представляете, откуда она началась? С каких задач? А? Ну как военных? Военных, а это значит убивать людей миллионами. Я подчеркиваю это. Кибернетика это управление зенитным огнем и пересчет компьютер первый появляется в результате необходимости пересчитать таблицы артиллерийских траекторий. Они не сработали у американцев в Африке и надо было их пересчитать. У человека это ушло на три года. Сделали компьютер. Заодно там ядерная бомба подоспела. Надо убивать миллионами, сказали разработчики и сказали тогда сделаем разработаем технологии. Собственно интернет это военная связь. Соцсети все это военная связь. Все что у нас все вот эти GPT все вот эти игрушки это дали нам по отвлечься просто чтобы мы не обращали внимания что в этот момент создается система которая опять же для контроля в своем лице прерывает пламенную речь но я к тому что насчет того чтобы человечество что-то сделало лучше а что она с момента когда придумала каменный топор лук и огонь и что она лучше сделала лучше убивает друг друга больше ничего и контролирует больше пока ничего такого толкового не было все кто не придумал искусственный интеллект с ними поступили совсем по-иному уничтожили Сергей спасибо огромное можно слушать до утра на самом деле бесплатно очень распространяется бесплатно всем желаю о отлично вот так что здесь более подробный нет уже в кулуарах уже все уже нет может быть чуть грубо скажу скажите тоже не требует ответа но тем не менее разве убийство это не базовая потребность безопасности все ответ в кулуарах да коллеги да я призываю всех спикеров которые впереди у нас остался придерживаться нашего регламента иначе мы тут погибнем и не поедим и не будем млекопитаться спасибо 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 Продолжение следует...